Соответственно, я, судя по моей обширной родне, могу надеяться прожить еще лет 10-20, но никак не 50, поэтому объяснять, почему не случилось то, что я предсказываю, мне не придется. Тем не менее, есть вполне серьезные и неплохо изученные закономерности, позволяющие предсказать довольно многое из того, что будет в будущем. В 20-х годах информационные технологии разовьются до такого уровня, при котором социализм станет лучше капитализма уже по всем показателям без исключения. Подробности сейчас перечислять не буду. Скажу только, что такая возможность откроется лет через 8-10. И ожидаемый выигрыш при переходе от капитализма к социализму настолько велик, что как только возможность откроется, ей неизбежно воспользоваться. И вопрос не в том, строить социализм или нет, а в том, удастся ли к нему перейти мирным путем. Ну, исследованиями нескольких авторов, в том числе и моим, уже установлено, что в принципе такой переход возможен. Что можно организовать строительство социализма так, чтобы никто не возражал и чтобы никто не пострадал. Чтобы каждый, кому вследствие изменения общей структуры общества придется с чем-то расстаться, получил взамен что-нибудь, что заинтересует его больше, чем то, с чем он расстался. Но, к сожалению, пока это ясно только на уровне теоремы существования. То есть уже известно, что это можно сделать, но пока совершенно непонятно, как именно сделать. И есть еще много таких важных теорем существования, от которых еще надо перейти к конкретным рецептам решения многих задач так или иначе, связанных с предстоящим социализмом. Потому что, повторяю вопрос, не в том, будет ли переход к социализму или нет, он несомненно будет, а в том, удастся ли пройти весь этот путь мирно и распорядиться открывающимися возможностями наилучшим образом. Ну, как будет выглядеть новый социализм, я даже и гадать не берусь, знаю только, что в нем не будет ни одного из недостатков того социализма, при котором я прожил большую пока часть своей жизни. Дело в том, что, опять-таки, трудами множества исследователей установлено, что все известные нам недостатки социализма – это следствие ограниченности возможностей тогдашних информационных технологий. Ну, например, низкая эффективность планирования связана с тем, что существующей вычислительной мощности не хватало для расчета точного оптимального плана и приходилось пользоваться довольно грубо приближенными методами планирования. О том, почему это так, я написал в своей статье «Коммунизм и компьютер», опубликованной еще в июне 1996 года. Ну, естественно, я не на голом месте ее писал. Статья, по сути, представляет собой перевод с математического языка на человеческий, некоторых старых работ Виктора Михайловича Глушкова, Леонида Витальевича Конторовича и Фридриха Августовича фон Хайека. Но вот примерно к середине 20-х годов суммарная вычислительная мощность мирового компьютерного парка будет достаточно, чтобы вычислять полный, точный, оптимальный план всего мирового производства, рассматриваемого как единое целое, в облачном режиме, то есть на машинах, подключенных в данный момент к интернету и не занятых какими-то другими задачами, менее чем за сутки. И именно тогда социализм станет экономически выгодным, поскольку такой вот точный план эффективнее любого приближения, в том числе и эффективнее децентрализованного планирования, известного нам также под названием рыночная экономика. Спасибо.